В идеале у нас смердов вообще не было. У нас были весями святорусы, и они хотели, они говорили, да зачем нам нужно это воевать, оно нам нужно. Мы хотим упорядочить пространство, садить в сады, строить там храмы, там дома, растить детей, так же? В этом смысле у славянина, он вернее там святорусом был, говорит, воевать мы не хотим кишки никому выпускать, зачем она нам нужна? И у них была такая склонность, ну и прекрасно, хорошо, нам нужны такие люди в расе, нужны. Но, а другие говорят, да, прекрасно, хорошо, будет дом, сад, дети у меня, ну придут враги, все там порубят, уничтожат. И они говорят, пока свободы, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим, души прекрасной порой. Они готовы семьей пожертвовать, детьми, богатством, лишь бы навести порядок в стране. Есть такие люди, это витязи, и у нас была порода такая, это были дайрийцы. А другие говорят, про смерть не думают, и злоба все растет, друг другу в лодке рвут и бесятся от жира. Я же вижу погребальный свой костер, что для меня все свары мира? Оно мне нужно там сражаться, бодаться там с тем, да нет, уже не интересно. Меня интересует только самосовершенствование. Вот человек с таким сознанием, он уявляется хамидцем, то есть священнослужителем. И у нас породы были четкие, и редко когда в этой породе появялся какой-то другой. Ну появляться, ради бога, переходи в другую варну, в другой народ, нет проблем. Но я говорю о том, чтобы нужна чистая порода, тогда все будут счастливы. И никто не скажет, что это дискриминация, в голову такого не придет. Где тут какая-то дискриминация? Нет никакой дискриминации. Наоборот, помощь всем. Скажите, пожалуйста, стоит ли, чтобы мужчин дискриминировать, сказать, что в лекую вигину каждый мужчина войдет? Веда так написано, спокойный веку так, что не человек, то и козак. Каждый пахарь, каждый воин. Скажите, пожалуйста, как на это решались проблемы питания? Допустим, дома были, скажем так, зерно и коровы. Но коровы застаривались, и как с ними поступали? Не с моей смерти умирали, или их... Если ваша мать застарится, что вы с ней делаете? Корова, вторая мать, она кормит своей грудью у нас, и мы тело свое выращиваем из ее плоти. И поэтому наши предки относились к корове, как к второй матери. Если вы хотите правильно поступать, а, естественно, духовный рост будет только в том случае, если вы будете правильно поступать. Это понятно в своей жизни? Для этого необходимо здравомыслие. Начните со здравомыслия, все остальное вам приложится. Ну, научитесь здравомыслию. Кулаком поставлю, стугите, и я разберусь с этим вопросом, так это или не так. И с помощью трех критериев истинности. Мнение компетентного человека, мнение предков и свой личный опыт. Делайте это добросовестно. Все остальное вам приложится, я вам гарантирую это на 100%. Ну, начните со здравомыслия, не самомнение, отбросьте самомнение. Учитесь проявлять здравомыслие, все остальное вам приложится.